Всем привет! Из солнечного Таиланда! И вы спросите, какого хрена мы опять в Таиланде? Таиланд для нас как второй дом, и сюда мы приезжаем отдохнуть, перевести дух между нашими активными путешествиями, между вулканами, Китаями, Вьетнамами и так далее. Поэтому сюда мы приехали немножечко отдохнуть, набраться сил, но не это основная причина на самом деле. А основная причина это попробовать кое-что новое, а именно дайвинг. Ну и если вы смотрели наши выпуски из Индонезии, то знайте, что у Валюхи был страх погружения, воды. Я его переборола, я научилась нырять, научилась придайву, ну так минимально, да, то есть не полностью там курс прошла, но научилась. И сейчас возникло огромное желание попробовать дайвинг. Я, если честно, боюсь просто усраться, ребята. Но хочу перебороть свой страх, потому что этот год, 2020 год, я выделила себе на то, чтобы перебороть все свои страхи, научиться ездить на байке, не боясь вообще ничего, научиться дайвингу, попробовать разных-разных много видов спорта. В общем, год будет суперактивный, спортивный, классный. Так что набирайте сил, терпения. Если еще не подписаны на наш канал, то нажимайте кнопочку подписаться, жмете колокольчик, и наше приключение начинается. Начинается! Сегодня у нас будет первое погружение в открытом море. Сейчас ждем нашего инструктора и отправляемся. С Челонга отправляется очень много экскурсий. Видите, сколько народу? И это 8 утра. Вроде как должны были мы обучаться вдвоем, но что-то Валюха в последний момент струсила. Доброе утро! Доброе утро! А почему вы, расскажите, почему вы струсили в самый последний момент? Я думаю, что это связано с тем, что когда-то, когда я в Египте отдыхала, я покупала дайвинг, и в общем... Ну, а там же же как? Там тебе ничего никто не объясняет, тебя просто кидают, и давай там что-то сам дыши, не дыши. И вот, мне кажется, оттуда пошло. Мне было страшно тогда, мне ничего не объяснили, меня просто кинули в воду, и после этого я боюсь. Но сегодня у нас, конечно, будет профессиональный инструктор по дайвингу, он будет нам все рассказывать, обучать. Плюс мы уже почитали литературу, посмотрели много видео. Думаю, что я буду просто рядышком сидеть, хотя для меня тоже взяли комплект. Это Лёха, короче, он наш инструктор, он у нас научит от и до, да? Да. Сколько ты уже занимаешься этим делом? Всего? Всего. Почти 20 лет. Ого, нормально. Ну, такому... 12 лет на практике уже зовут. Такому человеку я могу доверить себя. Я все равно немножечко еще боюсь, но уже даю хотя бы себе небольшой шанс. Сейчас буду слушать Лёху, он меня успокоит, я думаю, и, может быть, я даже погружусь. Да, если что, канал отписываем Лёхе. Все проблемы стараемся решать под водой. Как это решать, я сейчас вам постепенно все объясню и расскажу. Как бы ничего страшного, опасного нету, но вы должны понимать, что тут это делать нельзя. Что-то мне опять стало страшно. Все, я готова. У меня только 4 грузика. Я вешу 49 килограмм. Мне, короче, страшно очень. Но Лёха, конечно, молодец. Он умеет успокоить все, так четко рассказать, правильно. Короче, вот мы сейчас смотрим. И потом будем под водой то же самое повторять. Но вообще, Валюха уже молодец. Валюха погрузилась. Не полностью молодец, но чуть-чуть молодец, да. Ученик, способность. Лучше всех. Лучше вас. Короче, молодец. Еще я выплюнула регулятор. И всплыла. И давай всплывать. Попала головой под катер, под ногу. Да, да, да. Неправда, неправда. Я смогла его обратно одеть, дальше дышать. Валюха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень красиво здесь, мы возле острова Рача Классно, красивый подводный мир, очень много рыбок И вот знаете, когда я говорила, что снорклинг не очень возможен, когда привозят возле Пукета на какие-то острова Ну вот возле Рача и снорклинг хороший И, конечно, да, на дайвинге можно увидеть много классных всяких рыбок Мы видели Вообще очень круто, когда ты пробуешь что-то новое И у тебя получается И ты испытываешь и в процессе, возможно, не такое удовольствие Потому что страшно, потому что там еще что-то Но вот когда ты уже понимаешь, черт, я это сделал Это кайф Ну что, третье погружение за день Серега, как ты? Готов? Да я вообще теперь с Лехой станешь профессиональным дайвером вообще на раз Короче, даже Валюха, которая у нас зыкуха Второй раз погружалась И даже там пыталась упражнения выполнять Ну, конечно, не дожала Ну, а мы вообще все упражнения сделали Я тоже дожму Мне просто нужно чуть больше времени Я даже не планировала сегодня погружаться, но погрузилась в два раза Готов! Это акул отпугивать Все, ребята отправляются уже в третье погружение А я остаюсь на корабле Субтитры сделал DimaTorzok Возможно, не будет видно, но даже отсюда очень-очень-очень много рыбок Всяких разных Вон там, вон ва-фигеть Второй раз, когда мы начали только погружаться Нам нужно было прямо возле лодки Пойти вниз по веревке Ну, то есть по веревке спуститься, да? И отрабатывать все упражнения И что-то я так заочковала И вот Леха все меня успокоил Говорит, нет, все, пойдем И мы поплыли немножечко подальше Там, где мы первый раз сам и пробовали погружаться Там уже помельче Но все равно у нас получилось погрузиться на 10 метров Время, в которое договорились встретиться Уже подходит, а ребят все нет А, хотя вон они Что-то вы немножко задержались Водолазы были на ответственной миссии На какой? Найти сокровище подводное Нашли? Нет Что-то здесь был до нас Насколько на 16 метров погрузились? По моему бортовому компьютеру 16,3 максимум Мы видели скатов Мы проплывали, короче, в пещере Да? Ну не в пещере, там типа коралл такой С дыркой И мы в эту дырку проходили Круто, молодцы Вообще огонь Как бы снорклинг, когда мы на Бали снорклили Это вот другой мир открылся, да? Да А это типа еще круче Еще круче Ну круче, да, как бы Все равно снорклинг, как бы ты на задержке дыхания Да, ты типа крутой мэн Но тут, когда с баллонами, это немножечко другое Ты именно уже прям У тебя есть время посмотреть подводный мир Да, да, да А там ты все равно как бы Больше работаешь с собой А здесь ты именно контактируешь с морем Вообще огонь Оху, я рада Ууууууу Спасибо Лёхе Еее Молодец Вообще класс, спасибо большое Алексей, это ты молодец Даже меня под воду отправил Ты даже умный С Валюхи сделал дайвера Ребята погрузились три раза Я погрузилась два раза Конечно же, у нас будет еще одно занятие Мы еще раз пойдем в море Но вообще, в принципе Обычно все начинается с бассейна Но мы решили этот этап пропустить Ну и как вы уже поняли, мы находимся на острове Пхукет, а он достаточно большой. И если вы хотите увидеть этот остров во всей его красе, то вам необходим будет транспорт. Это может быть как байк, так и машина. Мы, допустим, арендуем байк. И арендуем его в каждом месте у проверенных своих людей. На Пхукете это Костя. Его инстаграм будет по ссылке в описании. Немного о преимуществах именно его сервиса. Ну, во-первых, вам не нужно оставлять паспорт в залоге. Вы оставляете лишь небольшой денежный залог. Во-вторых, вам доставят байк непосредственно в ваш отель. Заранее списывайте с Костей, называйте ему название вашего отеля и вам его пригоняют. И также забирают потом после окончания аренды. В общем, Костю мы рекомендуем. Ссылка в описании. Ну что, у нас следующий день. Мы снова отправляемся в море. Мы встретились с Алексеем. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Что, Валюха, какая у нас сегодня задача? Ой, задача сегодня сложная. Сегодня для того, чтобы получить сертификаты OpenBot, нужно, конечно же, выполнить набор упражнений, так скажем. В общем, именно под водой. Стандартный набор. То есть нужно снимать маску, расстегнуть ПСД, ну, в общем, всякие разные упражнения. Для меня очень-очень-очень страшное самое – это снять маску и проплыть. Ну, я сегодня буду как-нибудь пробовать. Я знаете, чего боюсь? Мне кажется, ну, просто мой мозг, видимо, ну, не понимает, как это. Мне кажется, что если я сниму маску, то я нахлебаюсь воды носом, задохнусь, умру и все. Если ты носом дышать не будешь, то все нормально будет. Дыши ртом. Я знаю, ну, объясни, пожалуйста, этому моему мозгу, который никогда так не делал. Хорошо? Ну, вот сейчас сегодня сделает. Ну, в общем, буду пробовать, честно, страшно. Вот я даже не хотела ехать, уже придумала себе, что мне голова болит. Ну, как не придумала, она мне реально чуть-чуть болит. Мне кажется, это защитная реакция твоего организма. Защитная реакция организма, 100%. Воспаление хитрости начинает сразу все проецировать. 100%. Ну, я думаю, что все будет хорошо, так что сейчас мы отправляемся. Поддержите валюху лайком. Пожалуйста, да, поддержите меня, напишите. Как вы думаете, у меня получится сделать все упражнения и получить сертификат или нет? Вы верите в меня, а? Я верю. Я тоже верю. Также мы еще заполнили экзамены. На каждую главу книги была контрольная работа и потом еще общий экзамен. Да, сейчас Алексей будет проверять. За каждой ошибке он сказал 100 приседаний. 100 приседаний. А Серега говорит, я не Эрик Давидович, не смогу посидать. Ну и как обычно, все начинается с оборудования, с сборки. Проверяют наши навыки, полученные в прошлом. Валентина у нас собирает все. Да. Что, получается у тебя? Ну, посмотрим сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Так, ну что, мы поплавали. Сейчас у нас легкий перекус. Отдыхаем и идем обратно. Но у нас есть плохие новости. У Валентины ни хрена не получилось. Как ни пытались мы с Лехой из нее сделать ихтиандра. Видимо, не ее. Она то замерзает, то у нее что-то проблема с маской постоянно в нос что-то попадает. Пытались, пытались, никак. Я сразу не могла продуться. И мне очень сильно левое ухо мешало. То есть, не то, что болело, но просто я чувствовала, что я не могу продуться. И потом просто в конце я уже замерзла. Илюша жалился надо мной и отправил меня наверх. Я поплыла на корабль. А ребята отправились дальше. Ну, короче, видимо, не судьба. Буду я один погружаться. Валюха будет на фридайве, а я буду на баллонах, короче. Вот так. Ну, что поделаешь. У нее, видите, проблема с этим слевым ухом. И его надо разрабатывать. Короче, там вот эта вот перепонка или что, она может быть не такая эластичная. Ее надо тренировать, постоянно продувать, продувать на суше. Вот, а потом погружаться. Ну, типа у Валюхи много страхов, поэтому оставим Валюху без сертификата, дайвера. Вот, а я все закончил. Мы еще раз сделали упражнение. А вы сделали все? Конечно. Спасибо. 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 Короче, Валюха совсем уже осмелела. Собралась с мыслями и решила пойти поплавать еще раз. Я остаюсь на корабле, а Валюха гонит. У меня было три проблемы. Нет, ты тоже идешь. Чего? Идешь, 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 дядя Вася. Конечно. О, видишь мне, говорят. Да, но у меня было три проблемы. Было холодно, потому что я мерзляка, я тоненькая, у меня жировой прослойки нет. Вторая проблема, это было мое ухо, которое у меня было заложено. Но я его продула, немножко поделала упражнение, пока ребята ходили на первый свой дайв. На второй. На второй свой дайв, да. Вот, и поэтому сейчас все супер. А, еще была третья проблема. Мне немножко загубник был как-то великоват, но Леша поставил новый, специально для меня. Вот, так что идем. А, ну еще ты одеваешь два костюма с радуги. Я уже сказала, что я мерзляк и одеваю два костюма. Субтитры сделал DimaTorzok. Ура! У меня получилось. Блин, наконец-то я смогла расслабиться. И вот сейчас я, в последний раз мы когда пошли с ребятами, у меня получилось погрузиться и получилось поплавать вместе с ними наравне и вообще все выполнить. Это круто, конечно. Подводный мир красивый, как только ты увидишь какую-нибудь рыбку или, не знаю, мурену, мы видели ската, все, сразу забываешь о всех проблемах. Ну и на самом деле очень важно, чтобы ничего не мешало. То есть вот была у меня проблема с ухом, мне это мешало, да, регулятор был немножко великоват. Как только все поменяли, регулятор, как только я продула себе нормальное ухо, то все стало хорошо. Так, ну что, закончился наш второй день. Сейчас покажу вам наши логбуки, которые мы получили. Ура! У Сереги Open Water, у меня немножечко другой, начинающий, потому что я сделала чуть меньше, чем нужно было, но тоже сделала. И особенно в последний раз вообще я так кайфанула в море. Я расслабилась, я плавала, было столько рыбок. Это было нечто. Все, команда, давай, пока. Красавцы, отработали. Давай, давай, давай. Так, Леха, ну и тебе спасибо за то, что ты справился с этой муреной. Укратил ее. Спасибо за терпение. А нас еще никто не уходил. Вообще, я, конечно, балда еще та, но Леха своим 20-летним опытом со мной справился. Конечно. Да, да, вообще красота. Обращайтесь, ссылочка будет в описании, как всегда, да. Если кто-то хочет попробовать дайвинг, то, да и вообще не только дайвинг, просто какие-то экскурсии, если вы приезжаете на Пукет и вы не знаете, к кому обратиться. У нас есть прекрасная компания, с которой мы сотрудничаем всегда, это Пукет Чип Тур. Все ссылки будут в описании. Обращайтесь, бронируйте и дайвинг, и другие экскурсии. Теперь мы, квалифицированные дайверы. Ура! Леха, ты нам расскажи, что дает вообще, какие преимущества дает обучение, зачем мне вообще получать сертификат дайвера, если я могу просто взять обычную экскурсию в Чип Туре и поехать просто подайвить. Какие-то преимущества есть? Конечно. Основное преимущество – это повышение безопасности. То есть, как и в любом виде спорта, ну и не только даже в виде спорта, безопасность самая важная. А когда ты все знаешь, понимаешь, как бороться с разными проблемами, которые могут возникнуть под водой, соответственно, твоя безопасность повышается. Это самое важное. Второй плюс. Для несертифицированных дайверов закрыты многие дайв-сайты. Например, на АПП можно пойти только в сертификат. На Симилана можно пойти только в сертификат. После получения сертификата и прохождения обучения вы можете пойти в те места, которые закрыты для обычных людей. Экзамены вы ответили очень хорошо, никаких страшных косяков не было. Отлично. То есть, теоретическая часть у вас на 4 с плюсом. Остается дотягивать по практике, да? Да, то есть, бороться со своими страхами, учиться, практиковаться. Может быть, специально делать какие-то сложные ситуации, там, позакрывать вам еще баллончик. Я в этом просто не делал. То есть, чтобы если какая-то ситуация возникнет, вы знали, как с ней бороться. А я еще знаю, что если, допустим, я беру экскурсию, допустим, она стоит, там, допустим, 5000 бат, да? А если я уже сертифицированный специалист, ну, как бы дайвер, да, то мне будет, там, дешевле, да, как дайвер? Да, конечно. Потому что, когда ты без сертификата, за тебя полностью отвечает инструктор. Ага, то есть, тебе прикрепляются, да? Когда у тебя есть сертификат, уже тебя могут послать в большой группе дайверов. То есть, стоимость становится меньше. По количеству дайверов у тебя обычно уже идет, там, максимальное, там, 3 количества, 3-4 дайвера. А если ты не сертифицировал, у тебя обычно максимум 2. Ага, я понял. Ну, то есть, и с финансовой точки зрения, и... Это тоже экономия какая-то. Экономия тоже очень важная. Но самое важное, это безопасность. Ага, ну, и отсюда выплывает следующий вопрос по поводу того, что, если, допустим, моя жена, или я лично, допустим, боюсь погружаться, я, как бы, и хотел бы, вроде бы, рыбок посмотреть, посмотреть, что там творится, да, но вот есть какие-то страхи. Как с ними бороться, и как вот такого, допустим, человека, не то что заставить, а просто... Ты о сегодняшнем... Оказать ей мир, да. То есть, все можно перебороть. Я погрузил очень много людей, которые не умеют плавать, которые боятся воду, которые всего боятся. Но перебороть себе это, они погрузились, и большинство людей прошли обучение, и погружаются дальше. То есть, следующий у вас шаг, уже следующий сертификат Universal Diver NDL, это уже до 30 метров. То есть, соответственно, на 30-ке там вы уже сможете сходить на King Cruiser, например, на затонувший паром в Майанмару, который затонул. Это уже прям мы к кораблям каким-то сможем погружаться. Да, да, то есть, чем больше у вас опыта, и чем выше у вас сертификация, тем для вас открывается больше места. Ага, вот так вот, Валентина. У нас, получается, это NDL сертификат, есть еще PADI сертификат, да? Что это вообще за сертификат, и чем они отличаются? Сертифицирующих организаций очень много, их там больше 100 штук. Вот. Самое важное, кто вас учат, и какие обучающие материалы. Лучше, чем в NDL, обучающих материалов, я не видел. Все, что мне попадает, я все читаю, смотрю, там самые лучшие обучающие материалы. По сути, разницы нету, потому что все оно сертифицировано в ЮФИ, в международной сертифицирующей организации. Все они работают по всему миру, ну, те, кто зарегистрированы в ЮФИ. Есть даже такие организации, которые нигде не зарегистрированы, которых никто не знает, но это как бы уже крайность. Короче, бояться дайвинга не стоит. Это же один из самых безопасных вообще видов спорта. Да, девочки, особенно для вас, хочу сказать, у мужчин, как правило, нет таких страхов, как у девочек. Я шла, и я даже не думала, что я буду погружаться. Я думала, я просто на лодочке посижу, как бы, и все, рядышком с Серегой, да, посмотрю, как он там погружается. Ты отказывалась всегда. Да, я отказывалась. Ну, я не знаю, каким чудесным вообще способом. Ты просто расслабил меня, ну, то есть я уже сама захотела пойти. Ну, не приможет об этом рассказывать. Ладно, в общем, все, пора заканчивать. На самом деле, Леха вообще красавчик, своей вот этой вот харизмой, шуточками какими-то расслабляет, и с тобой реально нырять вообще не страшно. Приятно, да. Спасибо большое. Супер. Спасибо, Леха. Еще обязательно увидимся. Давай, Валюха, ты красава. Валюха, ты красава, ты красава.